Какой день мы учим? Шестой. Шестой, совершенно верно. Я вижу, что вы помните все. Пару, пожалуйста. Шестой день, и мы с вами остановились ближе к концу шестого дня. Мы уже почти все прошли. Открываем раньше. Давайте сначала, кого не было, попросим почитать нам. Начнем. Сначала прочтем те посуки, которые мы уже с вами прошли. Вот у нас Хаи не было. Хаи, хочешь нам почитать? Значит, когда вы Хаи читали? Пойди, это... Следующий. А. И... Войду омер и импульс. Алик... 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 Несе... Алик... Несе шайга. Ленина... Ва... Ва и ма... Ва и мэх Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ЭЛОГИМ ЭТ-ХАЙ-ЯТ-ХА-АРЭВ-ЛЕМ-НЕ-ЛЕМ-НА-ЛЕМ-НА-ВЕ-АТ-ВЕ-АТ-ВЕ-ЭТ-ХА- ПА-ФЕ-ХЕ-МА-ЛЕМИ-НЕ-ВЕ-СКОЛЬ-РА-РЭ-НЕ-С-С А-ТА-МА-ДЕМ-НЕ-С. У ваяра, ваяр, элогин, китов. Шкуя, сколько ввод, молодец. Ваяц, элогин, и сделала шэм, эсколь хаяц фо орэк всякой животной земли. Лэмино, повиду его, вээсха бэгэймо и скатину. Лэмино, повиду его, вээсколь гэймо и скатину. И всякое ползающее по земле. Лэмино, повиду его, ваяр, элогин, китов. Что такое ваяр, элогин? Кто помнит, как это переводится? Увидела шэм, что хорошо. О, не надо. Ваяр, элогин, и увидела шэм, китов, что это хорошо. Что нам говорят слова китов? Батя. Что хорошо. Что хорошо, это перевод. И что это еще? Это знак еще для того, что что-то за... Да, Вегаэль? Закончено. Закончено, совершенно верно. Законченная вещь, ее мы называем хорошей. Итак, Всевышний сделал животных по виду их, да? И каждая будет теперь своего вида и своего рода. Все эти животные относятся к тому, что было сделано вместе с творением Земли. Еще в первый день творения. Мы с вами говорили, что в первый день было создано все, но оно не было еще расставлено по местам и не приняло еще свою форму и не получило свои задачи. Во второй день, аж им установил ракия, вот, да, и тогда только он стал до конца уже небом сделанным. В третий день растения. В четвертый день установил светило в небосводе, дал им их незадачи, распределил между днем и ночью, кто, когда. В пятый день все, что вышло из воды. В шестой день из Земли появились животные, которые уже в первый день вместе с Землей были сотворены. И они появились сразу взрослыми. Да, все животные. Не было там, не родились новорожденные бэбики такие. Бэбики-коровки, бэбики-овечки, бэбики-кокодильчики. Все сразу взрослыми появились. Такими, какими они должны быть, когда они уже большие. Давайте посмотрим, как вам. Кто у нас давно не читал? Все читали на прошлом уроке? Ну ладно, пошли по второму кругу. Наоми, давайте. Где читать? А, как вы? Ну ладно, пожалуйста. Как вы? Утеню и идю без игрок, хаям, и обе шума и бахбе ма, и вахбе аромат, и вахбе аромат, и на аромат. О, школяка, вот, очень хорошо. Кто помнит, о чем говорят слова Насе Одом, кому их Ашем сказал? Кроме Науми. А кроме Науми никто не помнит? Ашем сказал Ангелом, да? Он как будто бы с ними посоветовался. Сделаем человека. Давайте сделаем, как будто бы предложил Ангелом сделать человека. Почему? Науми. Кто еще знает? Почему? А, Виктор? Нужно сначала советоваться тем, что будет зависеть от того, что ты придумаешь, делаешь. Шкоях, умница. Потому что если от того, что ты решишь, еще кто-то зависит, то в чем нас учат здесь, что нужно с этим кем-то посоветоваться. Даже если он гораздо ниже, чем ты, да? Точно так же богатый человек, например, не может принять сам решение и сказать, а он совсем бедняк, какая разница, что он думает, да? Или какой-то важный человек сказать. Он простой человек, я не буду его спрашивать. Это то, чем у нас Ашем здесь учат. Кто помнит эту историю? С ангелами, что ангелы хотели? Они сказали, да, давай сделаем, или что они сказали? Они сказали, что нет. Первые ангелы сказали нет. Патя, что с ними случилось? Они сразу исчезли. Они сразу исчезли, Шкоях, молодец. А следующий ангел, который Всевышний спросил, что они сказали? Тоже нет. Тоже сказали нет. Они сказали, что человек будет грешить, он не стоит того, чтобы его создавать. Он будет отбрасывать твою Тору, твой драгоценный подарок. Он не будет тебя слушаться. Как можно вообще такое создавать? Того, кто не будет слушаться Всевышнего. И что с ними случилось? Они исчезли. И они исчезли, правильно. И что тогда с третьими? Они думали, что они, что они будут делать грехи. Правильно. И они были правы на уме. Да? Это ангелы, которые от меры суда говорили. Они были правы. Человек действительно делает грехи, отбрасывает Тору Ашема, волю Ашема, не выполняет. Но Ашем-то хотел сделать человека. И поэтому Ави говорит, что с третьими ангелами у нас произошло. Он тоже у них спросил. Не хотят они, чтобы был человек. Они сказали, да. Да. Они сказали, делай Всевышний, как ты желаешь. Да? Ты так. Ты делай, как ты делаешь. Я хочу сказать. Умница, что я. И тут мы видим, говорит Всевышний Бет-Сал-Нейну в образе нашим. Сид-Мут-Эйну по подобию нашему. Мы с вами сказали, в образе, который Ашем приготовил уже, форму такую приготовил, чтобы из ней сделать человека. Тид-Мут-Эйну – это подобие. Чем человек подобный ангелам, чем он подобный как бы Всевышнему? Тем, что он может что? Не помните? Он может думать. Он может думать. Чего? И понимать, да? Понимать новые вещи может. Точно. Этим он подобен. Вейер-ду. И они будут править. Ая, ты знаешь, какой секрет есть в слове Вейер-ду? Кто-то правит. Нет, тогда мы тебе сейчас покажем. Будут править над рыбами, то сказано, и над птицами, и над скотиной, и над всей землей, и над всем, что на земле. И мы в прошлый раз это с вами рассказывали, что значит Вейер-ду. Так, мы сделаем это. Вот. Мы сказали, что в слове Вейер-ду прячутся два слова. Одно слово это Редуй, а другое слово это Ерида. Редуй это что такое? Да, Лея, 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 Това, кто из вас? Редуй это что значит? Редуй это... Сомолизма такая? Нет, это то, что я сейчас показываю стрелочкой. Слово «ридуй» означает «править», «управлять». А, я сказала «ридуй». Нет, не «видуй», «ридуй». Посмотрите, те же буквы есть в слове «вы» и «рду», поэтому эти слова, они связаны между собой. Да, в теории не бывает, что если у слова одинаковые буквы, они не связаны никак. Так, если одинаковые буквы, это показывает нам, что они, эти слова, связаны. «Вы не рдуй», «будут», «править». Есть тут значение «ридуй», «править», а есть значение «не ряда», «спускаться». Так, мы говорили с вами, что если человек ведет себя так, как Всевышний ему предназначил, соблюдает все заповеди, то тогда все происходит по значению «ридуй», «править». Да, вот он, царь, над всеми животными. А если человек не ведет себя так, как нужно, и он отбрасывает Тору, как вот во второй части таблички, тогда с ним происходит все по значению «ереда», «спускаться». Он спускается ниже, чем животные, и тогда уже кто правит, то царь становится? Животные. 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 Совершенно верно. Это секрет, который спрятан в слове «выгерду». Когда Всевышний говорит, они будут править, это значит, они будут или править, или если они себя будут вести недостойно, то будут опускаться. И на всем, что ползают на земле, к займ мы тоже в тот же раз проходили. Кто у нас еще не читал, батя хочет почитать? И на земле. Кто у нас еще не читал, батя хочет почитать? Наталья. Наталья. Кто у нас еще не читал, батя хочет почитать? Батя. 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 Бара О Там О Молодец Создал их Мы с вами говорили, что тут тоже что-то очень важное прячется. Во-первых, сразу видно для тех, кто мог бы сказать, а вот Ашем не сам все делал, он с кем-то вместе делал на С. Для них сразу есть ответ Ваевра Элукин. И создал Ашем. Один только Ашем и никто больше. В образе Ашема мы говорили, что это значит, что он его создал так, как, примерно так, как делают монетки, да, или так, как отпечатывают печати. У него была такая форма, и он в этой форме создал человека. И дальше написано, создал его, мужчину и женщину, создал их. Какой у нас тут возник вопрос, кто помнит? Вы помните, девочки? Кто вы? Что? Помните? Какой был здесь вопрос? Создал его и создал их. Мужчину и женщину, да. Вопрос у нас был, как же создал все обычные? Одного или сразу двоих? Да, одного или сразу двоих. Что вы мне хотите ответить? Двух. Можно? Говорят иногда и тоже двух, и тоже одного. О, вот Сима говорит и двух, и одного. Так, мы объясняли на прошлом уроке, как это может быть. И двух, и одного сразу. Кто помнит объяснение? Авиголь, ты помнишь? Я помню. Адам это сразу и мужчина, и женщина, а потом уже Ашем их разделил. Шкоя, умница. Создан был Адам сразу и мужчина, и женщина вместе. Мы с вами говорили, как две части одного пазла, да? Нет. Вот так вот. Хая, видишь? Вот так вот был Шоуздан Адам. Одновременно и мужская часть, и женская вместе. И потом только Ашем их разделил на две части. На мужчину отдельно и женщину отдельно. Авиголь, что ты хочешь еще добавить? Я хотела спросить, зачем Ашему специальная форма, чтобы с помощью нее делать Адама? Если она может это сделать и без формы. Вот это замечательный вопрос, очень хороший вопрос. Я поищу на него ответ, потому что я даже так его не знаю. Я только знаю то, что пишет нам Раши, что все создано речением, а человек создан вот этой вот формой. Она, конечно, не была из железа или из камня, или из еще чего-нибудь, из деревяшки какой-нибудь, да? Это духовная форма. Но почему Ашем это так сделал, я не знаю. Я поищу или я найду. Может быть, спрошу Рава. Спасибо. И мы с вами сказали, что сейчас тоже, в наше время тоже, да, когда встречаются вместе две половинки, мужчина и женщина становятся мужем и женой, тогда только они становятся одним целым человеком, да? Для этого Всевышний их так создал. Сначала создал целого, одного, разделил на две части. Теперь, когда эти части встречаются, становятся опять одним целым. И на этом мы с вами остановились. Давайте теперь безратошим дальше пойдем. Следующий пошук. Как хэт. Давайте нам почитает. Давайте нам полпошка почитает Леля, полпошка почитает Тоба. И сказал им, благословил двоих сразу, да, вот эту вот мужчину и женщину, которое Адам вместе, и сказал им, Элогим Ашем, пру, урву, плавитесь и размножайтесь. Умилует хоорет, и наполняйте землю, выхитшуа, и покоряйте ее. Урду, и прахте, властвуйте. Битгас хайом, над рыбами морскими, Уву, и прахте, властвуйте. И над спицами небесными, Увухоль хайо, и над всяким животным, Оруйметес, анго орес, Которая ползает по земле. Кафтек. У меня есть это в блоке. Кафтек. Давай снимать почитаем. Да, секунду. Да. Ва ёймэрэлогим, и сказал Ашем, Гіне носаці лохэм. Вот дал я вам. Эсколь эйтэ, всякую траву, Жойре азэра, сейшую семя. Ашэр альпней, которая на, Кольго орэц, всей земле. Вы эскольго эйт, и всякое дерево. Ашэр бой, которая на нем, Три эйт, плоды дерева, Жойре азэра, сейшую семя. Лохэм, вам, нежнее будет, Леохло, ищу. Охэм, от этого слова. Охло. Итак, мы видим, Леохэм, это эйтэ, Травы, которые растут на земле. Кто помнит, Травы, которые растут на земле, Это означает тоже Всякие овощи, Которые растут на земле. Да. Все, у чего есть имена, Все овощи тоже входят в понятие травы. Значит, это то, что людям в пищу Всевышний определил. И тоже все фрукты, Плоды деревьев, Тоже людям в пищу. Кто видит, Что тут что-то не совпадает С тем, как у нас сейчас? Что не совпадает? Сейчас человек кушает Только фрукты и овощи? Нет. Что мы сейчас еще кушаем? Ну, скажите, кто знает. Я вижу, что вы все знаете. О, большинство кушают с мяса И некоторые еще сладости, правильно. Хлеб. Да, хлеб входит в это. Входит в травы, Которые вырастают с семенами. Туда входит из этого Из колосков можно сделать хлеб. Хорошо. А вот животных мясо Действительно, Ашем не сказал. Людям было запрещено Убивать животных. И рыб. Было запрещено убивать Для того, чтобы кушать. Видите, только плоды земли Дала Ашема плоды деревьев. Давайте посмотрим ламы. Теперь после того, Как Ашем определил людям, Что им кушать, Он хочет определить тоже И животным. И для всех И для всех животных земли, и для всякой птицы небесной, и для всего, что ползает по земле, а шер бой, которая в нем не пешхайо, душа живая, то есть для всех-всех-всех-всех, кто только есть на земле, у кого есть в нем душа, эсколь ерек эйцер, всякая зелень травяная, леохло, пищу, войзи фейн, и так и стало. Мы видим, что животных, и вышний тоже определил, что им кушать, и это почти как у людей, только не этот, а ерек этот, написано, зелень травяная. И это значит, те из плодов земли, которые люди не кушают. Да, то есть обычно какие-то травки, какие-то плоды, которые дикие вырастают, которые люди, например, не едят обычно, это все было определено для животных. И тоже для них же были определены все шкурки. Шкурки от овощей, шкурки от плодов. О, это все тоже входит в это ерек эйцер, то, что животные могут кушать. И мы видим, что им тоже Ашенда присил кушать что? Животных. Других животных. Они тоже не ели мясо. Значит, в мире до того, как он испортился, было так задумано, что ни животные, ни люди не кушали друг другу животных, не кушали друг дружку. Давайте посмотрим. А можно спросить? Да, конечно. А если собаки иногда, если они, по-моему, откажут какую-нибудь кошку, они могут ее, это, так, ну... Загрызть. Да, или съесть. Ну, а это сейчас, потому что сейчас мир изменился. До этого, получается, когда он был создан, вот, шестой день творения, мир какой он был, никто никого не грыз. Все мирно кушали травку. Тоже лев кушал травку, тоже леопард кушал травку, да? А в будущем мире лев кушал травку какую-нибудь. Да? Что ты сказал? Скажи еще раз. В будущем мире лев может будет сидеть с артой рядом дружно. Что я? И это правильно, совершенно верно. Почему сказал пророк, что когда будет ой-ла-мабо, будущий мир, то левая обца будет сидеть рядышком. Потому что ой-ла-мабо, мир исправится обратно в то состояние, которое Ашем для него задумал с самого начала. И когда этот мир опять окончательно исправится, наступит ой-ла-мабо, будущий мир, тогда опять не нужно будет никому никого кушать. Да? Это будет совсем другой мир, в котором они опять все будут кушать дружно травку. Доброе утро, Ашем мы с вами это увидим обязательно. Так, теперь давайте Лея почитаем. Лея может почитать? Нет. Лея стесняется. Нет. Нет, не стесняется. Почитай. Ну ты и я, давай. Не, ну если не хочешь, не хочешь. Ну... Нет. Здесь давайте. Выдешь кто? Нет. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...